ДИНАМО М По игре, я скажу, наверное, была равная игра с обилием многочисленных ошибок в передачах. И вообще уровень игры был на высоком количестве. Поэтому было много ошибок, много потерь и с нашей, и со стороны Динамо. Но атака по голам вылилась в отрезки. Это двухминутный отрезок в конце первого тайма, когда мы пропустили с пенальти, когда руку выставили и привезли себе голы. Второй тайм, в принципе, у Динамо таких моментов не было. Два стандарта, где мы упустили. Ну а свои моменты мы не реализовали, к сожалению, которых было предостаточно. Поэтому скажу так, думаю, голов много, зрителям понравилось. Но, к сожалению, уровень игры оставляет желать лучше. Ребятам сказал спасибо за сезон. Надеюсь, чему-то научились. Но уже встретимся в следующем сезоне Лиги Бронов. Сегодня чисто было видно по игре, такие молодежные команды играют. Большая часть, кто-то из молодежки там, с нашей играли сегодня. И по исполнительскому мастерству, и по содержанию игры. Вот это было видно молодежно. За исключением, вот как только вышли ребята, там, тот же Родичев, да, тот же, ну, Гречников играл, в части, вот. И чуть побыстрее, когда начинают, ребята думают, что здесь возникают сложности. Штрафной удар, тем временем, в пользу Востока. Калюжный у мяча. Подача. На кого? Бондаренко. Вот он, гол! Вот он, первый гол. Нет положения вне игры. И первый гол Степана Бондаренко в Лиге Бро. О, поздравляем, какие-то тут исландские махинации делает, движение, ритуальные танцы. А так, в принципе, комментировать, я думаю, ничего не стоит. Я хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить организаторов Лиги, да, с этим турниром, с тем, что мы имеем такую возможность участвовать в этом турнире, имели. Вот, конечно, по истечению, ну, для нас он закончился, этот турнир, и по истечению, конечно, будут сделаны определенные выводы. Как для команды, в частности, для молодежной, да, насколько это эффективно, насколько это нужно для молодых, да. Потому что мы немного выпадаем из, так сказать, обоймы, которая есть здесь, ну, я имею в виду команд, да, которые подобраны. Все-таки собраны там, где игроки более или менее поигравшие, да, которые могут вести игру, вот, все-таки они делают погоду, вот. И для нас, в плане просмотровых, да, тем более людей, которые здесь остались, просмотровые, насколько это будет эффективно. Потому что, ну, по таким результатам и представлять так клуб, я думаю, не надо так точно представлять клуб. Захаров попросил футболистов не вбегать в штрафы гол удара. Положенщиков против Никифоренко. Разбег капитана Динамо. Удар положенщиков отбивает. Добьет, добьет, конечно, добьет. Вот, ну, вот, опять-таки, не забил, тут тоже интересно. Третий пенальти, ну, я, честно говоря, такого не вспомнил в Лиге Бро. Динамовцы сравнивают счет, пацан, ну, из занавес первого тайма. Здорово, поздравляем команду Константина Погребана. И Егор Никифоренко забивает свой первый гол в Лиге Бро, с чем мы его тоже поздравляем. Ну что, статус-ко восстановлен, во-первых, по желтым карточкам один, а, уже два-один, да, уже два-один. И вот тут по счету равенство теперь. Вот мне казалось, я в эфире про это говорил, да. Сначала рукой сыграл Беликов штрафной, и пенальти был. Вот, давай-давай посмотрим, давай посмотрим. Тут сразу Динамо хочет купить успех, и где-то делает! Вот это перелом в конце первого тайма, а? Виктор Руф забивает свой третий гол в чемпионате. Ничего себе, и сейчас выглядят вообще просто потерянными футболисты Востока. Это надо же за две минуты растерять все вообще, что было. И все танцы Степана Бондаренко забылись сразу. И ему танцевать теперь не хочется. Смотрим повтор. Вот здесь здорово поборолся, вступил в борьбу Тарасенко. Тарасенко один из самых активных тоже в первом туре. И Руф прекрасно пробил. Друзья, мы в перерыве матча Динамо-М-Восток. Рядом со мной игрокоманды Динамо-М, Кирилл Тарасенко. Кирилл, привет. Пропустили первыми, но в концовку провели просто отлично. Расскажи, как вот это вот прошло. Ну, у нас заряд изначальной игры был максимальный, потому что последняя игра выложится. Вот, хотели Костеину Федоровичу доказать, что мы, ну, все-таки команда. Вот, пропустили гол, который как бы не выходил из игры. У нас ударов было много. Штанга была перекладина. Ну, сами видели. Вот, после гола собрались больше. Ну, и начали только в атаку. И уже терять нечего, последняя игра, надо забивать. Ну, и вот так получилось. Если оценивая весь сезон, чего не хватило Динамо, чтобы выйти в плей-офф? Я думаю, результативности больше не хватило. Ударов достаточно. В каждой игре можно посмотреть по статистике. Но ударов примерно одинаково наносили. Ну, и результативности, ну, не хватило маленечко. Рядом со мной теперь игрок команды Восток Степан Бондаренко. Степ, привет. Поздравляем, во-первых, с забитым мячом. Какие эмоции сейчас у тебя? Если честно, вообще никакие. Играя, как и играл. Просто забил, помог своей команде. По поводу празднования, почему решил именно так? Потому что я люблю баскетбол, помимо футбола. И мой любимый баскетболист Леброн Джеймс. А это его фирменное празднование. Поэтому так получилось. Ну, теперь немножечко о грустном. Хоть и забили вы первый, но вот концовку немножечко провалили. Пропустили два мяча. Почему так произошло? Ну, скорее всего, обрадовались сильно своему голу. Прекратили сильно напор, расслабились. И нас, конечно, за это наказали. Ну, сейчас мы в противалке соберемся снова со всеми силами. В принципе, можем во втором тайме дать хороший отпор и забить еще два. Или даже один, а потом выйти на пенальте. Это финальная игра чемпионата Лиги Бро. Восток, к сожалению, мимо плей-офф. Скажи, чего не хватило команде, чтобы выйти в плей-офф? Ну, в первом круге, конечно, не хватило реализации. Хоть у нас была довольно-таки опытная оборона в виде Хмельевского и Леонова, но реализации не хватило. Пропускали по новому мячу и могли, в принципе, вытягивать на своих моментах матчи. Ну, видимо, не до конца были сконцентрированы. Надеюсь, сейчас хватит концентрации во втором тайме. Пожелаем вам удачи. Тем не менее, Снежный Барс выиграл 4-1. Любопытная история, что сейчас Восток в ровно такой же ситуации. Это интересно. Никифоренко этим временем удар! Ой-ой-ой, втодубль оформляет капитан Динамо М. Отличная подача с углового. Кто? Жигалов, по-моему. Вот что называется настоящий капитан. В нужные моменты берет на себя 3-1. Ян Евгеньевич, подводя черту под этим сезоном, какие плюсы и минусы все-таки бы вы хотели выделить в составе своей команды? Ну, наверное, плюсы в том, что каких-то игроков молодых мне удалось. То есть, тем, что я давал время игровое, потому что тренировочного процесса как такового не было, что они себя проявили. Это плюс, да. То есть, появился защитник Степан. 16 лет, я думаю, будет прибавлять. Марк Стариков, который выделился в этом году в команде. Ну, и, наверное, Вяткин, который в конце сезона провел, наверное, на хорошем уровне. Ну, а старшим игрокам пожелаю брать больше на себя инициативы и вести команду, когда складывается все неудачно. Поэтому, наверное, вот эти плюсы. Константин Федорович, ну, все-таки не хотелось бы о грустном, подводя такую черту по итогу чемпионата для вашей команды. Какие все-таки плюсы, а минусов говорить не будем, какие все-таки плюсы можно выбрать, исходя из этого чемпионата для вашей команды? Да, я согласен, согласен с вами здесь, что всегда нужно искать что-то положительное. Пусть это даже какие-то маленькие части, маленькие шажки, но нужно искать, иначе где находить силу, мотивацию для дальнейшего роста. Вот, и если брать из плюсов, да, для молодых игроков это хорошая возможность, потому что, ну, условно, даже за этот период, ну, взять даже нашу команду, да, которая, ну, занимала последнее место, да, сыграли позитивно в плане результата только первый матч и последний, да, ну, как должно быть, да, середину забываем. Вот, и то есть, ну, то есть, для них возможность, да, показать себя, допустим, ну, кто бы знал сейчас, там, тоже фамилию Тарасов, там, да, Александр, который вышел, там, как в четырех играх, ну, два забил, ладно. И так в каждой команде, я имею в виду, можно взять, да, игроков, которые, ну, появляются из года в год. Выносит, вы сматываем, Егор Никифоренко. И смотри, как держит его сразу уже. А это Габель! О-хо-хо! А вот тебе отбок! Калашматил так шматил, а Андрей Жигалов пятую голевую передачу делает, что сегодня с обороны Востока при стандартных положениях я не понимаю. Поздравляем! Иван Евгеньевич, сезон Лиги Бро для вас закончен. Скоро, в следующем месяце, для вас начнутся сборы в футболном клубе «Темп». Есть уже какие-то фамилии, какие-то игроки, которых вы приметили в этом сезоне Лиги Бро? Ну, список предварительно есть, да, он может пополнится, так как пополнится, так и убавится. Но, да, есть игроки, которых я вызвал на сборы из Лиги Бро, которые себя проявили, поэтому все в их руках. Но, когда этот список будет, я думаю, мы свяжемся с каждым индивидуально и пригласим на сборы. Спасибо большое, Иван Ильич. Если брать конкретно нашу команду, да, в плане плюсов, ну, достаточно сложно, потому что здесь просмотр и молодежная команда проходит такой достаточно сложный период для себя. Да, она обновляется, обновляется, и пока что нет такого потока, да, который бы, ну, я сейчас говорю, в частности, про 2005 год, который выпустился, да, и там из Академии и так далее. У меня сейчас буквально осталось, если брать с Академии, то шесть человек, шесть человек с Академии, вот, и вот с этим сложностью сталкиваемся, подключаем, там, и 2006 год, да. Понятно, им тяжеловато сейчас пока еще с более там взрослыми, вот, и нужно время, нужно время, это в любом случае для того, чтобы они побыстрее могли привыкать, побыстрее перестраиваться на более взрослый футбол. Вот, кто-то, видно, уже перестроился, да, но, опять же, несмотря до какого уровня, несмотря до какого уровня, они смогут, подтянут. Так, Гречников против Кулеша, разбег, удар разводит по углам мяч и вратаря, 2-4. А может, поспешили мы поздравлять Динамо с победой? Возможно, сейчас и включится в режим футболиста Востока, мы в этом сезоне уже видели, как за 2 минуты 2 мяча забивается. Так мы это видели в этом матче, я тебе больше скажу, в исполнении Динамо первом. Конечно, хотелось бы бороться там, да, за какие-то места, но мы реалисты и понимаем, что, так сказать, футбольная сейчас реальность в нашем крае состоит в том, что достаточно трудно найти. Если как только появляются, да, конечно, берут команды наиболее с интересными предложениями, да, и уже молодежная команда, она для того, по сути, и существует. Поэтому сама молодежная, Динамо молодежная, да, она будет страдать в плане результата. Всегда, всегда будет страдать в плане результата, но, надеюсь, в плане игроков будут появляться новые люди, вот, которые смогут прогрессировать. И, ну, для профессионального футбола, я надеюсь, для профессионального. Иначе готовить, готовить игроков, да, для, там, чемпионата города или для чемпионата, ну, даже, даже КФК, конечно, это не то. Молодежка, она для профессионального футбола существует. Будем надеяться, сможем выполнять эти задачи на протяжении сезона. А так, еще раз повторюсь, да, спасибо за турнир, все организовано очень здорово, как всегда, да, и желаю командам показать в плей-оффе хорошую игру, содержательную, яркую для болельщиков. Ну, и, собственно говоря, что хочется сказать, пожелать командам, которые вышли в полуфинал, удачи. Я думаю, борьба в полуфиналах будет достаточно серьезной. Ну, и финальный свисток от Максима Захарова. 4-2. Динамо М обыгрывает Восток. Поздравляем команду у Константина Погребана. Продолжение следует...